Я скомпоновала то, что мне хотелось бы с вами обсудить, в слова «10 горячих вопросов». Заметьте, что у меня есть вопросы, но не всегда есть ответы на них. Хотелось бы пригласить вас к совместному обдумыванию. И вот меню, которое я вам предлагаю сегодня. Подумать, как мы себя позиционируем в пандемии, что нас ждет, где мы берем палеотивных пациентов, как мы их учитываем. И далее, можем ли мы дистанционно сегодня работать, оказывая палеотивную помощь на дому детям. Что нас ждет в перечне орфанных лекарств и в новых источниках финансирования. А также о нутритивной поддержке, о персонале, о детях из ситуации без родительской поддержки. И, наконец, немного о транспорте. Вот эти все вопросы для тех, кто погружен глубоко в проблемы палеотивной помощи, не являются новыми. Но для тех, кто слушает нас сегодня впервые или не работает в специализированных службах, хотелось бы поделиться нашими соображениями. Итак, от вопроса к вопросу, чему нас учит пандемия, чему она нас научит, увидим ли мы ее финиш, как мы через нее проходим. Вы знаете, как это говорит русская пословица, если бы знал, где упал, так соломки подослал. Уж извините меня за народный стиль. Но вот 5 июня нынешнего года мы очень ждали, что сейчас пандемия отпустит. И тогда был направлен запрос, сколько же еще испытаний нам предстоит узнать, сколько открыто, сколько закрыто кое. И вот здесь вы видите информацию на 5 июня, ой, если бы мы знали, что предстоит стране и что предстоит нашей службе тогда, в начале июня. Посмотрите, пожалуйста, красные столбики – это те службы, которые временно не работали, по разным обстоятельствам. Голубые столбики – это те, в жизни которых ничего не изменилось, как работали, так и работали. И среднее положение – желтые столбики, когда изменения в режиме выездов, в режиме госпитализации были приняты. И нас порадовало очень в июне, что большинство служб, больше половины, значительно больше половины, работали так, как работали до пандемии. Мы не имеем сегодня в конце ноября текущей актуальной информации, которая позволила бы мне принести вам текущую статистику, что происходит со службами палеоативной помощи детям. Но интуитивно и косвенно я могу сказать вам, что ситуация существенно изменилась. И, наверное, нам бы очень было бы интересно отслеживать ее в динамике, но один барьер я вижу. Люди, которые самоотверженно, как на войне, наш президент говорит, как на войне ходят бороться с коронавирусом, этим людям собирать еще одну статистику по еще 40 показателям, наверное, было бы запредельной нагрузкой. Поэтому сегодня запросов нет, но есть ощущение того, что мы не знали в июне настоящих перспектив и настоящих проблем, которые открываются перед нами в ноябре. Мой вопрос к вам. Знаем ли мы, что нас будет ожидать в 2021 году, это еще через полгода? И очень важно, советую вам, делать ретроспективный анализ того, как мы проходим через пандемию. Мы мечтали бы иметь общероссийскую статистику, но я призываю вас иметь ее как минимум свою региональную. Если вы не работаете на регион, хотя бы в своей медорганизации, что меняется ретроспективно оценивая, можно оценить и перспективу. Смотрите, как все было 5 июня в стране в детских службах, оказывающих паллиативную помощь детям. Было достаточно спокойно, ни один ребенок не умер. Посмотрите, эти отличные нули в столбик. Болеющих сотрудников было всего 9, товарищи. Это по отчетам всей страны. У нас 85 субъектов Российской Федерации, 65 субъектов дали информацию. Это репрезентативная выборка. Всего 9 сотрудников отметилось как пострадавших от ковида. И детей ковид положительных было всего 6 на всю страну. Товарищи, это не дефекты диагностики, это так себя в июне показала пандемия. У меня нет сегодня текущих цифр, но ведите сами этот учет и делайте выводы. Очень опасались мы в начале ковид-пандемии, что мы будем уязвимы по респираторной технике, которую придется передавать. И она была передана в иные медорганизации, именно в те, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. И вот я даю вам все на ту же дату, начало июня, сведения, что в Приволжском федеральном округе 4 территории поделились своими респираторными девайсами, передавая их из служб палеоативной помощи детям, именно детям, в медорганизации, которые оказывают медпомощь инфекционную и взрослым, и детям, преимущественно взрослым. Это были территории такие, как Татарстан, Республика Удмуртия, Саратовская область и Башкирия. Очень хотелось бы понимать, где сегодня эта респираторная техника, вернулась ли она, как она проведена по документам, продолжает ли она работать, как мы вообще будем учитывать эти закупки и использование, эксплуатацию этих медицинских изделий. Не детализируя, говорю, что меня, конечно, очень занимает обеспеченность детских палеоативных служб респираторной техникой. Если думать о том, что будет после пандемии, наверное, я предполагаю, мы должны будем с вами оценить последствия реорганизации и сокращения наших служб, последствия огромного кадрового дефиксита, который дал о себе знать в связи с отвлечением врачей на сверхактуальную тему лечения инфекционных больных, что у нас будет с медизделиями для респираторной поддержки, как изменятся цены для их закупки, как изменится парк этого оборудования. Сможем ли мы развиваться так, как было запланировано для палеоативной помощи, сможем ли мы выполнить целевые показатели ведомственной целевой программы. Во всех хлопотах каждого дня, во всех наших каждодневных заморочках важно не терять стратегических целей и понять, наш корабль плывет по фарватеру, который мы хотели для нашего корабля установить, или же мы отклоняемся. И это задача не только руководителей, это задача тех, кто стоит у постели пациентов, понимать, куда клонится траектория развития и сигналить об этом. Вот такая мне попалась картинка в журнале Nature недавно. Мы очень хотели бы этот полет на маске завершить как можно скорее. Мы хотели бы приземлиться без проблем, мы хотели бы уцелеть в этом полете. Но поверьте мне, что нужно быть реалистами, и мы не знаем сегодня, когда пандемия закончится. Вы это понимаете не хуже меня. И это означает, что планирование и стратегическая перспектива всех наших событий должна оцениваться не на месяц, не на квартал и, возможно, даже не на год. И напоминая вам о том, кто в наибольшей степени рискует, я бы сказала, три группы детей, палеотивных детей. Это дети, которые содержатся в закрытых детских коллективах. Это дома ребенка, интернаты. Они преимущественно все сегодня работают вахтовым методом. Это домашние дети с единственным законным представителем, который ухаживает за ними. Это дети мам, воспитывающих ребенка без каких-либо родственников. И это дети на всех видах респираторной поддержки в связи с декомпенсированностью их респираторной функции. Вот это фокус группы для вашего внимания и для ваших забот и хлопот. И одним из основных вызовов пандемии для нас является для управленцев вопрос, выполним мы или нет целевые показатели. Их четыре, не буду сейчас детализировать. Но для семей, для детей и для врачей есть еще более конкретизированные вещи. Допустим, что нам делать, если семья не хочет на дому получать помощь от выездных служб, потому что родители боятся входа медработников в помещение. Что нам делать, если у нас резко сокращаются ресурсы человеческие, финансовые для ИВЛ на дому? Ребенок зависим от этой технологии. Что нам делать, если койки палеоативной помощи закрываются, сокращаются, реорганизуются или испытывают огромный на грани срыва кадровый дефицит? И как мы можем использовать ресурсы, аппаратуры нашего парка оборудования в интересах борьбы с пандемией? Как мы можем делиться с коллегами, оказывающими инфекционную помощь? Вот эти вызовы пандемии, они были ощутимы в марте, но сегодня, пройдя через полугодовой опыт работы в условиях пандемии, нам нужно все время сверять часы. И именно поэтому приходим к вам онлайн, именно поэтому мы с вами сегодня, а вы с нами на трансляции, что нас занимает перспективное видение. И очень тяжело, понимая, скольких мы теряем и как мы теряем, оставаться в седле и справляться с этой ситуацией. Второй вопрос, который сегодня стоит перед нами, как и где можно увидеть показания к палеоативной помощи. Диана Владимировна говорила о том, как это во взрослой популяции происходит. Но в детской популяции есть свои особенности, это общеизвестно. Я вам показываю численность детского населения Павловского федерального округа. И вы видите, конечно, вы знаете, что самые крупные республики по численности детского населения – это Башкирия, Татарстан. И дальше по убывающей идут такие крупные области, как Самарская, Межгородская, Пермский край, Саратов. А дальше приблизительно с одинаковой численностью по убывающей вы видите более мелкие по численности субъекты по Волжье. И вы видите красной чертой, как по-разному выглядит плотность населения. Этого нельзя не учитывать в работе выездных служб, в планировании стационаров. И вы видите, что каждый регион уникален. И региональные особенности – это то, что делает устойчивым любой проект развития. И знать свои статистические показатели, уметь приспособить инфраструктуру под них – это, конечно, задача управленцев. Здесь мне хочется чуть-чуть поподробнее откомментировать, что сегодня многие из моих коллег, оказывающих любую медицинскую помощь детям, не очень хорошо видят в бинокль, через который можно увидеть палеоативного ребенка. Вот какая-то оптика у них не настроена. И красной строчкой я выделяю вам из всех федеральных округов России – Поволжский федеральный округ, в котором живет ни много ни мало 5,5 миллионов детей. Это один из крупнейших по численности округов нашей страны. И среди них должно быть около 19,5 тысяч нуждающихся только в специализированной палеоативной помощи, уже не говоря о первичной. И у нас, конечно, гораздо меньше контингент выявленных детей. И огромная проблема наша – научить общепедиатрическую сеть видеть, где этот палеоативный ребенок находится, выявлять, видеть показания. Здесь огромной нашей заморочкой является неопределенность прогноза. В отличие от взрослой палеоативной помощи, где прогноз относительно яснее и, ну скажем, мы не можем надеяться на пластичность пациента, на его способность адаптироваться на значительном диапазоне, то дети всегда удивляли и будут удивлять нас своей способностью изменяться, адаптироваться, своей резилиентностью, как мы говорим, да, то есть способностью сопротивляться изменениям, приспосабливаться к ним. И очень трудно ребенку с перинатальным поражением ЦНС или с неврологическим дефицитом после травмы сказать, вот такая у тебя будет траектория, ты неизлечимо болен. Вот это призрак излечимости, он все время где-то на горизонте у педиатра существует. Это очень затрудняет определение показаний к палеоативной помощи. Вот понимая все это, понимая особенности пандемии, особенности детской палеоативной помощи, в августе этого года было подготовлено письмо по заданию Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения, это было поручение Елены Николаевны Байбариной, мы сделали вот такую разработку рекомендации по процедуре выявления детей в период пандемии детей, нуждающихся в палеоативной помощи. И те категории, которые у вас сейчас на экране, они детально прописаны в этой разработке, как можно их выявить, не увеличивая инфекционные риски. Внизу слайда посмотрите реквизит этого письма, его можно найти в ваших органах исполнительной власти в сфере здравоохранения, ну то есть попросту говоря, в Минздравах и в Комитетах по здравоохранению ваших субъектов. Если есть интерес, напишите мне, мы повторно вам это вышлем. Все это высылалось в конце августа во все субъекты Российской Федерации. На мой взгляд, очень практичный документ. Следующий вопрос, для чего и как нам нужны системы учета пациентов, если они являются электронными, имеют право называться реестрами и интегрированными с большими электронными базами данных регионов. Вот в энный раз, уж не сочтите меня, ну как-то сказать, страдающей амнезией, но в энный раз в полном сознании и при памяти хочу подчеркнуть, что расчет потребностей детей, нуждающихся в палеоативной помощи, по зарубежным данным составляет около 30 в среднем на 10 тысяч детского населения. Пропуская многочисленные подробности, почему это так и что это за расчет, я призываю вас считать ориентировочные цифры потребностей именно так, а не отталкиваясь от цифр смертности, что вполне себе можно позволить в палеоативной помощи для взрослого населения. Для детского населения расчет от смертности не подходит, он не отражает всех наших проблем. Ориентируйтесь на цифру в среднем 30 детей на 10 тысяч детского населения. Да, эта цифра может вас удивить своей величиной, но это вопрос о вашем бинокле. Видите вы в ваш бинокль то, что вы должны увидеть, выявляя палеоативного ребенка, или вам нужно протереть оптику? Следующий вопрос. Баланс между очно и дистанционно, когда мы оказываем палеоативную помощь детям на дому. Вот телемедицина, телемедицинские консультации, к счастью нашему, начинают охватывать все больше и больше медицинских организаций. Это становится реальностью каждого дня, да, это не становится какой-то гипер-супер-новинкой. И имеется приказ, и имеется опыт первого внедрения на протяжении уже 4-5 лет. Но есть огромное количество технических проблем. Мы обсуждали их на круглом столе 7 октября. Этот круглый стол состоялся в программе конференции развития палеоативной помощи взрослым и детям. И мы обсуждали там, насколько нам просто или непросто получить телемедицинскую консультацию для палеоативного ребенка. Пятый вопрос из десяти. Что сегодня происходит с орфанными заболеваниями? Происходит революция, потому что найден новый источник финансирования фармакотерапии, да, изменилось налогообложение, вы знаете все эти инновации. Но нам нужно успеть поделить эти новые финансовые ресурсы справедливым, этичным и рациональным образом. Вот эту картинку я показываю бесчетное количество раз, но всегда находится кто-то, кто видит ее в первый раз. Эта картинка говорит о том, что орфанные заболевания часто бывают палеоативными. И когда мама с ребенком подходят к медработникам, она не должна иметь разобщенные две двери. В одну дверь входи к куративщикам, в другую дверь входи к палеоативщикам. Это неудобно для семей. Семьи хотят получить все самое лучшее от куративного направления медицины и от палеоативного в не меньшей степени. Поэтому зарубежная модель интеграции куратива с палеоативом, вот она на правой части этой картинки, это две створки одной и той же двери. В одно и то же пространство они ведут. И посмотрите, как изменяются выражения лиц у мамы и у ребенка. Так удобно, когда интегрируются два вида медпомощи, это и является пациент-ориентированным подходом. Именно так работают передовые зарубежные службы палеоативной помощи и детям, и взрослым. И нам наладить вот эту интеграцию является просто кризисно важной задачей, когда речь идет об орфанных заболеваниях. Наш вклад в эту проблему заключается в разработке в 2020 году двух клинических рекомендаций по таким орфанным заболеваниям, как СМА, спинальная мышечная атрофия и муковисцидоз, где ассоциация профессиональных участников хосписной помощи явилась соразработчиком в клинреках по спинальной мышечной атрофии и дала своих экспертов, не являясь соразработчиком, в клинические рекомендации по муковисцидозу. И те, и другие клинические рекомендации будут обновляться в самое ближайшее время. Особенно это относится к СМА, потому что появляются все новые и новые патогенетические препараты. Мы ждем регистрации рездеплама, и я думаю, в 2021 году мы ее дождемся. Работа над данными клиническими рекомендациями по СМА шла около трех лет. И сейчас спешу вам отчитаться, что мы работаем над экономическими стандартами по лечению СМА. Эта работа очень стимулируется по темпам Минздрава Российской Федерации. Нас торопят. И мне кажется, что в начале 2021 года эти стандарты вы увидите. Они решаются не без проблем, но подчеркну, что отношение к спинразину, синерсену и новым препаратам для патогенетического лечения, эти стандарты должны прояснить. Что касается мукоисцидоза, мы в 2020 году осенью получили такой замечательный источник, которого раньше мы не имели. Это американские рекомендации о палеотивной помощи при мукоисцидозе и у взрослых, и у детей. И не погружаясь в этот алгоритм, просто доверьтесь мне, поверьте, что он очень продуманный. И он предписывает для детей до и после 12 лет различные опросники, которые позволяют выявить по-настоящему палеотивного ребенка. Вот два опросника, которые заложены в эти клинические рекомендации. Они недоступны для нас, потому что не валидированы для работы на русском языке. Нетрудно их перевести, но этот перевод будет непризнанным правообладателем. Мы мечтали бы внедрить эти шкалы не только при мукоисцидозе, но и при других орфанных заболеваниях. По сути дела, здесь два респондента, одна шкала позволяет узнать, что происходит у пациента, а вторая шкала, она здесь выше указана, позволяет узнать, что происходит у лиц по уходу. И оказывается, очень часто, что лица по уходу страдают больше, чем сами пациенты, и выгорают в значительной степени. Иными словами, вот два замечательных инструмента для оценки событий в семьях, где есть ребенок с мукоисцидозом. И мы должны переходить от такого субъективного взвешивания показаний к более четкому взвешиванию показаний для палиативной помощи у детей с мукоисцидозом. Прилежит к этой проблеме проблема нутритивной поддержки. Это и для СМА, и для мукоисцидоза исключительно важная вещь. И у нас будет секция на нынешнем нашем форуме, где мы подробно будем говорить именно о вопросах питания. И я представлю вам еще одну презентацию о том, что можно посоветовать для региональных программ развития нутритивной поддержки в рамках палиативной помощи. Помимо Оренбурга, мне печально это вам доложить, что Оренбург до сих пор не утвердил региональную программу развития палиативной помощи. Это второй год идет после того, как она должна быть принята. Ну, это, конечно, без комментариев просто. Это эксклюзивное поведение субъекта. Но остальные 13 территорий Павловского федерального округа, они запланировали программу нутритивной поддержки. И очень важно понять, кто их мониторирует, кто контролирует, и как вообще эта задумка реализуется. Мы ждем выхода двух очень важных документов. Это очередное обновление перечня специализированных продуктов питания и перечня жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Как только эти распоряжения станут общедоступными, мы с вами поймем, что мы себе можем позволить по нутритивной поддержке в 2021 году. Катастрофически не хватает компетенции, не хватает персонала, но даже у того персонала, который есть, все время имеется необходимость наращивать свои навыки. И вот посмотрите, пожалуйста, в столбик субъекта Федерального округа Павловского. Вы видите, что, допустим, в сфере применения опиоидов абсолютно и нули в Марии Эл. Не работает паллиативная помощь в Чувашии с опиоидами. Вопрос второй, почему это так, но не работает для онкологических детей в 2019 году. По данным мониторинга это так. Очень слабо с этим в Оренбургской области, очень слабо с этим в Ульяновской области. Трудно себе представить, что за полный год не было ребенка с тяжелым болевым синдромом. Это иллюстрация к вопросу, как мы нуждаемся в наращивании компетенции персонала, в частности персонала, который мог бы обезболивать детей. И здесь в очередной раз говорю вам, что произошла действительно очень существенная подвижка в обеспечении вебинарами, это сейчас просто взрывной рост ими, и видеозаписями форумов, конференций по различным направлениям паллиативной помощи. Те, кто давно с нами, знают наши два основных сайта, они здесь перед вами выложены. Те, кто присоединился к нам недавно, очень приглашаю вас бывать на этих сайтах. Там ежедневно происходит обновление огромного количества ресурсов для развития профессионализма. Отчитаюсь перед вами, что частью этого процесса была реализация серии вебинаров по респираторной поддержке на дому для детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. Мы это запланировали осенью 2019 года, и мы это реализовали, к счастью, в лето и осень года 2020. Цикл завершен. Он весь выложен в видеозаписях на сайте фонда «Детский паллиатив», куда я приглашаю вас и ваших сотрудников наведываться почаще. Вот такая книга вышла, многие уже имеют ее. Кто не имеет, бесплатное скачивание на сайте «Прополиатив». Это зарубежное руководство, которое выдержало 5 изданий на 12 языках мира, теперь еще и на русском языке. И мне очень важно откомментировать, что хотя эта книга адресована в основном для профессионалов, работающих с взрослым населением, эта книга концептуально, философски полезна для каждого, кто работает в сфере паллиативной помощи, в том числе и детской. Что делать с нехваткой персонала? Здесь у меня нету рецептов для вас, но я бы рискнула отрекомендовать, что надо внимательнее смотреть на выпускников колледжей и вузов, и ординатуры, что персонал сегодня как никогда нуждается в льготах и гибком управлении, в предоставлении дистанционной работы, посменной работы в виде каких-то финансовых льгот, которые не просто решаются. И когда мы с вами уже наконец научились видеть профессиональное выгорание, у меня вопрос, не можете ли вы привлечь ресурсы внешние, не относящиеся к вашим медорганизациям, чтобы облегчить признаки выгорания, профилактировать или откорректировать их, потому что перегрузки, связанные с пандемией, они запредельные. И говорить о профессиональном выгорании сегодня, это значит говорить о каждом из нас, о каждом без исключения. Есть значительные изменения в оказании палеотивной помощи детям, которые лишены попечения родителям. Здесь мы видим большое исследование фонда «Детский палеотив». Это грантовое исследование, доступное для каждого из нас. Ознакомиться с процентом детей в этих учреждениях, которые нуждаются в палеотивной помощи, это очень высокий процент. И существует письмо Минздрава, которое обозначает, как должно проводиться исследование, мониторинг межведомственного взаимодействия с судзащитой. Диана Владимировна упомянула сегодня утром, что если вы только медицинскими ресурсами закрываете палеотивную помощь, значит вы еще не наладили межведомственного взаимодействия с судзащитой. И вот точкой роста для такого взаимодействия являются как раз и организации для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Детские дома-интернаты, где огромное количество неврологических детей, нуждающихся в палеотивной помощи, мы видим. Ну и, наконец, десятый вопрос. Ездить или ходить? Вот это вечная тема, выездная или выходная наша палеотивная служба. Как удобнее? Что мы себе можем позволить? Есть ли у нас автотранспорт? И когда смотришь на вот эту линейку, это сведения на декабрь прошлого года, сейчас это выглядит все несколько оптимистичнее, но посмотрите на голубые столбики. Это количество выездных патронажных служб для детей. И они, конечно, очень немногочисленные. И, конечно, мы хотели бы их иметь больше, но они должны быть, на мой взгляд, безусловно снабжены автотранспортом. Это понятно всем. И для того, чтобы показать, для чего этот автотранспорт, показываю вам число посещений к детям, которым нужна палеотивная помощь, из-за того, что они вентиляционно зависимы. Ко всем этим детям, вы видите, что здесь у лидеров у нас Пермский край, Татарстан очень активно, они работают с ИВЛ на дому, и Нижний Новгород, и по убывающей дальше от Кирова и далее, совершенно еще не внедрили ИВЛ на дому Удмуртия, Оренбург. Не слишком ли часто сегодня звучит Оренбург, Пенза? И для того, чтобы эту помощь на дому делать качественно, конечно, нужен автотранспорт. И ни для кого не секрет, что здесь произошел прорыв, это общеизвестно. Теперь деньги, которые выделены на палеотивную помощь, можно расходовать на закупку автотранспортных средств. Это, безусловно, так. И я верю, что это даст нам новый толчок в развитии выездных форм работы. Я хотела бы, чтобы наш сегодняшний форум не был монологом. Мне мечтается, чтобы он был обсуждением, чтобы он был встречей, чтобы он не был концертом. И я даю вам свои контакты. Если кто-то не успеет или не сможет задать эти вопросы сегодня онлайн, вот мои контактные данные. Мы разобщены сегодня инфекционными обстоятельствами, и это означает, что мы должны быть плотнее онлайн. Благодарю за ваше внимание. Спасибо. 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 Спасибо.